Всем привет, друзья! Ну что, продолжаем с вами дальше разбирать турнир Монтерей. И в данном выпуске я хочу озвучить свое мнение на украинско-белорусское противостояние между Ириной Свитолиной и Ольгой Говарцовой. Наконец-то Ирина стала на путь преодоления своего кризиса. Хотя, конечно, пока рано еще об этом однозначно говорить, потому что, ну, один матч ничего не значит, тем более против Тенни Сити, который ей, ну, очень сильно уступает по всем параметрам, и класс, и рейтинг, и все, что только можно. Тут было только за украинку, и, наверное, тут скорее сложнее было ей проиграть, чем победить. Поэтому совершенно такая победа не удивила. Но, знаете что, всегда то, что, по счету, казалось бы, вроде как проблем не было у Свитолиной, но это все только если смотреть на счет. По игре я видел, что напрягалась сильно Ирина, при этом напрягалась она еще потому, что она не хотела, вроде как, слишком много времени дать на этот матч. Поэтому, что она могла, в принципе, по одному брейку сделать, так как она свою подачу держала стабильно достаточно, и больше ничего, как бы, не предпринимать. Но она старалась как можно быстрее закончить игроком, это было видно во втором сете, дабы сохранить больше силы и энергии. Однако, сейчас повторю, что ей пришлось напрячься. То есть, она играла не налегке. Видно было, что играла не так, что прям есть огромный запас. То есть, она старалась играть как против такого, ну, серьезного соперника. Хотя, Ковинич называет серьезной соперницей, ну, вряд ли можно серьезно. Но, тем не менее, было не всем просто украинке. И, знаете, я считаю, что, ну, один матч – это не показатель. И, явно, ее немножко переоценили. Во втором противостоянии, потому что Олинга хорошую форму набрала в этом сете, будем честны. У нее уже есть и титул американский один, пусть и на турнире ITF, но, тем не менее, до этого был еще у нее там полфинал. И, в принципе, она тут тоже неплохо играет. Прошла квалификацию, прошла первый круг, причем американку, не самую слабую, адулхай. Пусть и в трех сетах, но, тем не менее, она прошла ее. При этом, она смотрелась уже в середине матча очень уверенно. И было видно, что она перехватила инициативу там. Мне кажется, что, во-первых, за счет хорошей подачи, за счет хорошей игры на задней линии, я считаю, она может вполне себе доставить сложности украинке. А, следовательно, на мой взгляд, Говорцова вполне способна удержать фору в плюс пять с половиной геймов. Вот такое, друзья, было мое мнение на данное противостояние. Конечно, я вам, как всегда, напоминаю об акции NoBeta, благодаря которой вы можете получить бонус 100% к своему депозиту. А для этого нужно зарегистрироваться по ссылочке в первом и втором комментарии под данным выпуском. И в этом же комментарии находится промокод, благодаря которому вы получите данный бонус. Ну, а на этом у меня все на сегодня, ребята. Как всегда, всем желаю удачи. Не забудьте подписаться на мой Тиннеграм-канал, где также выходит очень много мыслей на другие матчи. Ну и до скорого. Пока-пока.